Уважаемый Рад Самвелович, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве в период, когда у нас полным ходом идут мероприятия, посвященные знаменательной дате, 30-летию установления дипломатических отношений. И наша встреча еще одна хорошая возможность посмотреть на весь комплекс направлений нашего сотрудничества, нашего союзничества и, конечно же, заинтересованы в дальнейшем развитии российско-армянских связей над продвижением этой благородной задачи. Вы лично давно работаете, приветствуем Ваш вклад в достижение нашего сотрудничества на посту председателя национального собрания и на нынешнем посту главы внешнеполитического ведомства. У нас между Министерствами иностранных дел очень насыщенный диалог, он осуществляется на системной основе, стараемся внедрять элементы планирования. И сегодня мы подпишем план консультации на очередные два года. Ситуация в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией выправляется, и нужно наращивать очное взаимодействие наших сотрудников, тем более, что геополитическая обстановка требует почаще сверять часы и сопоставлять наши оценки. Мы готовимся к очередному важнейшему событию, очередному саммиту наших руководителей, и обсудим сегодня, как обеспечить его солидное наполнение, которое придаст новые качества нашим союзническим связям. Мы будем продолжать с позиции ключевого союзника Армении помогать вам в укреплении обороноспособности, в обеспечении охраны границы. И, конечно, в качестве основного торгово-экономического партнера, в качестве основного иностранного инвестора продолжим изыскивать новые проекты, которые позволят обеспечивать устойчивость нашей торговли, создавать новые производственные мощности, рабочие места. И сейчас готовится очередной пакет предложений, которые направлены на то, чтобы существенно дополнить российские инвестиции в экономике Республики Армения. Традиционно тесные и вызывающие большой интерес наших граждан, образовательное, культурное, гуманитарное сотрудничество. Мы в целом заинтересованы в укреплении между нами единого образовательного, научного и языкового пространства. Ну и, безусловно, будем поддерживать армянский язык, армянскую культуру в Российской Федерации. Из международной повестки дня обсудим перспективы сотрудничества в рамках ОДКБ, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. Сейчас Армения председательствует в ОДКБ, поэтому нам тем более важно сопоставить свои действия с теми планами, которые Армения предъявила участникам этой организации. Нагорно-Карабахская проблематика, в целом проблематика Закавказья всегда занимает ключевое место. В наших дискуссиях по региональным делам, по карабахскому урегулированию есть три группы договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ноябре 2020 и в январе, и в ноябре 2021 года. И мы продолжим обеспечивать выполнение этих договоренностей, включая деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе в строгом соответствии с его мандатом. В общем, тем у нас немало, и я рассчитываю, что сегодня мы подробно во всем этом поговорим и придем к договоренностям, которые помогут продвигать отношения еще дальше. Спасибо. Вопрос. 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 Вопрос.